Друзья, мы с вами находимся в таком интересном месте, в Сыроварне, в горах. Вот так все это выглядит. Немножко покажу в окружении. Так, сейчас пойдем с вами внутрь смотреть. Смотрите, какая огромная бочка с молоком. Молький танк. 40 тысяч литров. Представляете? Так, сейчас вот здесь посмотрим. Здесь написаны фамилии тех людей, которые сюда поставляют молочко. Вот здесь вот написано что-то про сорта, которые здесь продают. Так, тут вот тоже фотография производителей сыра, и вот они какие-то там грамоты получили, сертификаты. Еще сейчас Межа только что сказала, что в прошлом году этой Сыроварне заняла какие-то медали по качеству пива. Пойдемте зайдем внутрь. Это очень интересное заведение. Смотрите, здесь что-то тоже написано про процесс производства. Вот тут коровки. Как коровы доят, как собирают молоко, как транспортируют и так далее. Ну, вот вся цепочка. Здесь тоже продукция. Что они делают. И вот здесь вот в окнах можно заглянуть в хранилище сыров. Вон они всяких разных сортов лежат. Все цвет шарики. И вот здесь видно, как сыр хранят. Такое подвальное помещение. Тоже с балкона можно лень через стеклянную стену. Вот разные-разные сорта. Видите, как много. Вот этот прилавочек. Вот такое небольшое здание. То есть здесь его производят и тоже продают. Можно также здесь сесть на чай и так далее. Вот все это в таком красивом месте находится. Сюда, Миша сказал, привозят молоко сначала. Сливают. Утром рано в 5 утра. Туда он поступает в здание. Рано-рано утром охлаждается. Сейчас. Надеюсь, что-нибудь видно будет. Ой, все отсвечивает. А ты вот так. Ну, мы тоже самое смотрели сверху. Ага, сверху. Вот такой вот цех. Вон там мужчина работает. Ай, какой веселый. А вот это комната с прессами. Такие машинки. Сыродел. И этот сыродел, сыродел, такое смешное слово, приезжает на работу на нашей Ниве. Почему он ходит? А? Антон как бы летает. Почему? Антон, ты смотри, здесь коровы. Обычно что-то написано, Антон, а потом пошли коровы. Антон человек. Ага. Сейчас посмотрим. Здесь тоже продают какие-то макароны, масло, огурцы, крупы. Немножечко. Это, кстати, татамарка биопродуктов. Вот это. Вот, кстати, значок белый. Ну что ж, пойдемте с нами сурочки. Посмотреть, можно сесть чай попить. Там еще какие-то тортики немножко продают. Все это можно попробовать, попросить кусочек, попробовать. То есть в этих шариках, в шайбах продают. А вот это уже точно такой же цель запакованный. Вот, если интересно, можете посмотреть также цены. Вот это какой-то интересный в фольге камамбер. Мы тут в прошлый раз тоже были, брали вот этот бир кейза, пивной сыр. И, по-моему, еще вот такой мы брали. Очень-очень вкусные. Такие нежные. Калбаска смотрит. Классно здесь, как все в дереве оформлено. Круто. У нас, кстати, это стойка с тортиками. Можно тоже что-нибудь отведать вкусное. Ну и вот здесь еще тоже с другой стороны можно видеть за стеклом производства. Ну здесь только трубок. Адемте вот туда подальше отойдем. Тут вообще прямо можно видеть, как мешается это зерно сырное. в сыворотке. И вот женщина перегоняет... Мужчина. Мужчина вот с бородой. Ну что, это, как сказать, Европа здесь всякое бывает. И женщина с бородой. Это фрау-буст. Фрау-буст. Фрау-казай. Короче, мужчина перегоняет вот из одной бочки в другую. И там уже будет он прессоваться, да? Да. Сначала сыворотка. Сырное зерно от сыворотки отделят. И будут потом сырное зерно прессовать и формовать уже в... Вон у них формочке. В формочке есть, да? Угу. Ну, он сейчас осядет, потом чуть-чуть его подпрессует на кубике. Потому что изначально кубик аликса, потом этот кубик кладут в круглую форму. Что-то он делает зачем? Промывает, ну, чтобы не потерять свое зерно. А, да-да-да, со стенок смывает. Он сначала этот сделал... Сыворотку перегнал немножко в сыворотке. Теперь ей промывает. Ну, чтобы не водой. А, понятно. Так, пойдемте еще посмотрим, что здесь есть. Вот здесь всякие йогуфты продают. Интересно. Что-то ловлетний. Стильный кабак, смотри какой. Угу. Без смысла. Мы здесь в прошлый раз не были, да? Угу. Он классный, там, короче, коровы. Иди вон туда. Сейчас к нюху пойду. Из вешалка. Столики. Можно посидеть, отдохнуть. И что-нибудь кушать. Тут еще летняя веранда есть. Какая красота, ребята. Я не могу смотреть этот. Сидишь такой в горах. На такой прекрасной террасе. Кушаешь, а там коровки пасутся. Чудо. 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 Корова таких интересных здесь цветов. Есть прям такие, как сиамские кошки. Так, и еще там Миша не обратил внимания. Что там про Антона? Антон. Левая. Антон и по вкусу. Коровий сорт. А здесь кто это все заканчивает француз. Ну вот такая была пивоварная. Что я говорю, пивоварная. Такая была, это Кейзерай называется. Кейзер, по-немецки. Вот такая вот была сыроварная, интересная. Редактор субтитров А.Семкин